Всем привет, мои зелёники и братишки, и сестрёнки! Сегодня, как вы уже, наверное, догадались, кэп-привет, у нас снова Креофол. Я возвращаюсь из путешествия по югам, отдохнул, понимаешь, в тропиках и на морском побережье. Побывал на сафари и накоммуниздил целую кучу добра. Теперь осталось донести всё это дело до базы. Короче, с вас, друзья мои, лайкосик, ну а с меня, соответственно, видосик. Поехали! Так, ещё одна РТшечка у меня по дороге нарисовалась, и вот я прям даже не знаю, стоит ли мне в неё сейчас соваться или не стоит. Мне кажется, что нет, потому что у меня патронов практически нет, чтобы вынести вот этого гада. Плюс, совершенно я сейчас не хочу попадать под облучение, поэтому мы сейчас пойдём вот это всё добро нам надо донести обязательно до базы, потому что тут, видите, у нас реально есть много всяких полезных ништячков, которые нам на базе очень пригодятся, особенно 175 резины. Если меня кто-нибудь сейчас бы, ну, кто-нибудь знал бы, что я столько тащу, я думаю, что меня бы очень захотели встретить и спросить, не хочу ли я поделиться. Но я, естественно, не хочу, вот, поэтому не хочу я ни с кем встречаться, а как бы патроны сэкономлю на случай, собственно говоря, этой самой встречи. Поэтому тихо и уныло продолжаем двигаться в сторону нашей базы, тем более, что осталось уже не так уж и далеко. Итак, друзья мои, дом, милый дом. Интересно, что тут Мартин успел замутить, пока меня не было. Да, в принципе, ничего особенного он не успел тут замутить. Давайте посмотрим. Во-первых, мы можем сделать, о, значит, мы можем сделать с вами 6 целых, так, 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 ну, здесь нам не хватает рыжиков для того, чтобы сделать побольше вот этих вот лекарственных настоечек. Дальше что? Что бы мне хотелось? Давайте мы сейчас посмотрим по сталюге. Так, подожди, а сталь нельзя, да, обратно положить? Это очень печально, надо делать новый сундук. Значит, что мы можем? Давайте переплавку поставим сейчас железо. Переплавку мы поставим, а медь я, по ходу дела, и не собирал. Да и фиг бы ты с ним, как говорится. Зато у нас появилось топливо. Также у нас есть энное количество нефтяники. Пластик есть какое-то количество. Так, нефтяники 45 штук. И у нас резины 223 я принес с этого путешествия. Это очень-очень здорово. Люди спрашивают, как повернуть объект в этой игре. Ребята, если кто-то не в курсе, то объекты в этой игре не поворачиваются. По крайней мере, на данном этапе, просто для того, чтобы делать поворачивающиеся объекты, надо перерисовать текстуры. А так как разработчиков, ну, мягко говоря, не очень много человек, им это сделать довольно-таки сложно. Поэтому они сначала хотят закончить, как я понял, игру, а уже потом заниматься наведением марафета. Тем более, что в релиз она выйдет уже довольно-таки скоро. По-моему, осенью, если я не ошибаюсь. Так, значит, что там дальше? Верстак бронника, ребята. На это нам надо пять слитков меди. Давайте глянем. Да, у нас они имеются. Я предлагаю поставить его куда-нибудь вот сюда. Так, импровизированный шлем с фонарем. Шлем с фонарем, это здорово, кстати. И именно его-то я и хочу сделать. Но для начала нам понадобятся нитки, веревки и, самое главное, клей. Клей, по-моему, делается из костей. Нет, не из костей. А, из костей, да, из костей и порошка серы. Давайте пятерочку возьмем. Сделаем, замутим сейчас немножечко клея. Пять баночек как раз. Ой, у нас защита новичка кончилась. Боюсь, что меня теперь будут убивать. Возможно, будут бить, возможно, даже ногами. Так, значит, что мы можем сделать? Есть плетеная броня. То есть она делается непонятно из чего. А, подожди, смотри, вот что. Я хочу закрытый костяной или рогатый костяной шлем. Вот в чем вопрос. Рогатый я или закрытый? Ну, в любом случае, нам нужны нитки будут. Что-то мне подсказывает, что какой-то мохнатый друг, мохнато-хвостатый, да, забрал наши нитки. Мохнато-хвостатая, я бы даже сказал. Но его хитрый план не удался. Мы в любом случае сделаем сейчас новые. А пока давайте вот здесь вот ящичек оборудуем. Для того, чтобы складировать всякие нужные и не особо вещи. Так, значит, девять штучек у нас осталось сделать ниточек. И я смогу, наверное, да, смогу замутить себе броньку. Я все-таки думаю, что я сделаю себе рогатый шлем и костяную броню. Подожди, а я могу сделать еще для Мартина? Костей нету, черт побери. Так, слушай, а кости? О, кости есть. Ну, давай сделаем еще один такой вот шлемофон хотя бы. И теперь нам не хватает уже кожи. Может быть, там кожа есть? Нет, 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 нету кожи. Сейчас мы тогда оденемся немножечко. Вот так, пожалуйста. Вау, какой я брутальный мужчина! Сейчас еще костяную броньку оденем. Вот так вот. А это дело мы пока сложим сюда. Ну, кстати, кстати говоря... Погоди, шлемофончик можно пока положить сюда. Новый я сделаю сейчас себе. Так, надеть шлем более высокого уровня. Алло. То есть я его снял и с меня сразу же, как бы, мне сказали, сразу иди лесом, да? Квестный защитный. То есть его надо сначала будет получить, а потом можно уже снимать. Так, смотрите, куриц, крабов, улиток и морских звезд мы с вами уже и так мочканули. Лес северный, скалистые горы, глиняную яму и дороги мы посетили. Мастерство охотника, часть вторая. Этих мы мочканули, инструменты мы сделали. Слушайте, да просто ям, просто, просто офигетительно. И, значит, вот то, что я говорил, изучить технологии, часть первая. Это мы тоже с вами закрываем. Значит, следующее это химические лаборатории, медицинские лаборатории. Исследовать старые руины, надеть респиратор, посетить руины, обыщите несколько контейнеров. Ну, в любом случае, нам надо сделать химическую лабораторию. Где ее делать, я хрен знает. Так, теоретически, вот эту стенку надо будет, наверное, убирать. Так, что у нас там по производству-то? Кухонный, так, 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 подожди. Я же химозу вроде бы изучал, нет? Химио моё. Значит, исследуем лабораторию. Вот это дело мы сейчас исследуем. Ну и, в принципе, сюда мы тоже идем. Короче, химио моё исследовано полностью. Дальше, что там, электричество? Ну, давайте, электричество пускай будет. Провода готовы. Значит, паровой генератор, биореактор, энергонакопитель, биореактор, малая напольная лампа и холодос. Короче говоря, много всего вкусного изучили. Ну и теперь нам надо что сделать? Нам надо будет химическую лабораторию сделать. А для этого нам надо будет 5 слитков железа и 5 меди. Значит, куда химозу будем ставить? Наверное, давайте мы его поставим вот сюда. Химоза готова. Серная кислота, азотная кислота, нитроцеллулоза. Значит, делаем сначала серную кислоту, одну. А потом... А, две надо сделать, да? То есть, из двух делается одна азотная и нитроцеллоза, соответственно. Нитроцеллоза уже нужна, по-моему, для взрывчатки и для более продвинутых патронов. Как-то так. Медицинскую лабораторию... Я не хочу делать медицинскую лабораторию. Ну, серьезно? Ну, не хочу я. Ну, ешкин ты, матрешкин. Хорошо. Хорошо, резину мы можем сделать? Резину мы можем сделать, но нам надо будет собрать некоторое количество полезных ресурсов. Пошел собирать ресурсы. Так вот, вечно не дадут никогда нормально пособирать ресурсы. Какая-нибудь тварь обязательно здесь окажется. О, ползун убит впервые. А еще давайте-ка мы сделаем, пожалуй, вот такой вот ящичек. Потому что, собственно говоря, нам некуда уже девать некоторые виды ресурсов. Такие как камень, к примеру. Такие как бревна, к примеру. То есть строительные ресурсы. Пускай они у нас будут лежать там. Дальше что я хотел? А что я вообще хотел? Я хотел переработать, по-моему, каучук. Переработать в резину. Ах, мечтать не вредно. Мечтать не вредно. Так, погодите. А что мне надо для того, чтобы сделать респиратор? Давайте посмотрим. Вот, наверное, как я понимаю. Очки технологии у нас всего 17 штук. Окей. Окей, давайте то, что можем, исследуем. Еще там у нас шахтерская каска. А до респиратора нам, как обычно, не хватит немножечко ресурсов. Так, погодите. А шахтерская каска из чего делается? Ага, провод. В него еще и батарейки, по-моему, нужны будут. Так, ладно. У нас есть какое-то количество резины. Это уже здорово. Дальше что? Неплохо было бы приготовить какое-то блюдо. Ах, подождите. Тут все есть. Тут все есть. Давайте мы сейчас закинем еще в готовку. И еще, знаете, что нам надо будет сделать? Ну, помимо того, чтобы, собственно говоря, попить. Нам надо будет заказать приличное количество бутылочек. Потому что они нам очень сильно понадобятся. До сих пор так и не сделали, как я понимаю, автоматизации. То бишь, когда ты что-то крафтишь, тебе это все надо крафтить в своем инвентаре. И ладно бы в самом начале. Походу дела такая же ситуация, собственно говоря, происходит и когда вы развиваетесь до 3-4-5 тира. Очень не хватает производственных каких-то цепочек. Ну, не цепочек, а объектов, которые ты просто зарядил и пошел по карте заниматься своими делами. Потому что как-то ходить со всеми ресурсами, ну, знаете, стремно чуть-чуть. Ну, чуточку, чуточку стремновато. Вот. Не хочется выйти куда-нибудь и остаться без ресурсов. То есть, если же меня вот сейчас убьют, то весь каучук попадет к врагам. Вы же понимаете? Мы не можем этого допустить. Ну, и давайте немножко поможем Мартину. Хотя я не уверен, что по плану все так и должно было быть. Сделаем немножко каменных стен. Они делаются из камня и глины. Соответственно, глины, скорее всего, нам не хватит. Но за ней тут, в принципе, не так уж далеко и бегать. Пока, как видите, у меня там делается очередная партия каучука. Ну, в смысле, перерабатывается очередная партия каучука. Я, наконец-то, добыл нужное количество серы. Так, чего? Требуется больше предметов. А, да, нам не хватает глины. Пойдемте сейчас налево. Вот куда? Там глинка у нас где-то была. Сейчас мы быстренько добудем и будет нам счастье. Будет нам хорошо. Ну, и нефтяники, кстати, реально по карте стало намного больше. То бишь, у игроков, которые заходят... Ну, там, у одиночек у каких-то, да? Которые заходят значительно позже после старта сервера. То есть, после вайпа, когда уже все везде расхватали. Когда серьезные какие-то кланы уже везде существуют. Есть небольшой шанс на выживание за счет того, что они могут собрать вот эти ресурсы. То бишь, хотя бы с бензином у них уже, ну, как бы не такие большие проблемы будут. Ну, как бы с нефтью имеется в виду. Так, и вот она у нас глинка. Давайте мы сейчас чуть-чуть пособираем. А, тут много нам и не дадут, скорее всего. Мне кажется, Мартин сюда уже заглядывал. Ну, хотя, не, нормально, нормально. На стеночке нам, я думаю, хватит. А то, блин, у нас получается очень хорошо. У нас там пенечки вырабатывают слитки, ну, переплавляют, да? Куча всяких там ресурсов где-то лежит, да? А стен нет. Халява, сэр. Так, значит, с этой стороны мы стеночку доделали. Но, по-моему, ее нету снизу. А, нет, слушай, снизу есть. Все, база у нас везде завершена. Ну, за исключением вот здесь вот кусочка. И очень прям, прям жалко, смотрите, нам придется, скорее всего, да, кустик придется сносить. Давайте мы его сейчас уберем отсюда. Прости, кустик. Ну, на самом деле, ничего личного, ничего личного. Давайте мы сейчас здесь быстренько размещаем стеночки. И неплохо было бы еще двери поменять до кучи. Ну, на самом деле, в любом случае, пока еще ни у кого нету никаких, там, не то что взрывчаток, там, ни примитивок, ничего нету про С4. Я уж вообще молчу. Особо нам ничего не угрожает, кроме каких-нибудь маньяков, да, которые будут кирками разносить эти двери. В принципе, на самом деле, реально. Деревянную дверь вполне себе реально снести киркой. Так, кстати, насчет деревянной, так, железная дверь. Что требуется? Требуется уже цементус. Хорошо, давайте мы сейчас пока покидаем лишнее сюда. Тут появилось, сколько, 46 резины, да? Также у нас есть 30 бутылочек, которые надо бы в колодец закинуть. Так, ну и сюда мы закидываем все лишнее. Тем более, что у нас тут медицинскую лабораторию надо бы... Кстати, подождите, а что у нас там насчет медицинской лаборатории? Химическая, так, 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 питание, медицина. Вот она, медицинская лаборатория, 50 ОТ. У нас, конечно же, этих 50 ОТ на данный момент не мэ. И еще что нам нужно? Давайте еще раз глянем, так, порошковый флюс. Кстати, порошковый флюс нам тоже понадобится. Из чего он там делается? Песок и нитрат калия. Мне нужен порох, собственно. Максимально 30 только получится. Опять нужен порошок серы, которого у нас, конечно же, чуть-чуть нет. Давайте вот здесь мы сделаем сейчас еще один железный ящик. Конечно, не совсем здесь в тему, но теперь можно все это дело переносить, поэтому не страшно. И сюда мы с вами закидываем... Да хрен его знает. Химозу надо всякую туда закинуть, наверное. Сюда у нас идет уголь. Сюда же у нас идет глина. Здесь строительные материалы различные. Вот сюда... Нифига себе. Подожди, смотрите. То есть здесь показывает, что здесь лежит, что ли? Или что? Прикольно. Так, ладно, давайте сюда то, что нужно для швейки закинули. Клей и прочее у нас идет тоже вот сюда. Клей и мех. Осталось еще с лейкой разобраться. Блин, лейку надо вообще нахрен выкинуть. Давайте выкинем, только нахрен не на базе. По идее, что нам еще надо сделать? Нам надо пособирать будет сейчас немножко песочка, потому что песочек у нас тоже закончился. Так, по-моему, он и здесь закончился до кучи, потому что нам надо будет очень просто немеряное количество всяких бутылочек. То есть стекла нам надо будет, потом этот самый флюс для производства стали нам нужен будет. По идее, что нам сейчас... О, 51, погоди. Вы хотите сказать, что я могу открыть медицину? Да, я открыл медицину, но это нам нихрена погода не сделает, потому что остальное я сделать... Я кроме лаборатории один фиг ничего не могу сделать. Поэтому продолжаем дальше копить ОТ-шки. Нам надо очень много ресурсов. Дальше вроде как появятся какие-то дроны, которые собирают. Также, как я понял, мехов 3, что ли, вида или 4 вида мехов теперь. То есть раньше была только рысь и были ховеры. Теперь, по-моему, несколько видов мехов, в которые можно садиться и, соответственно, наваливать друзьям, да? Друзьям, товарищам. То есть там есть теперь осадный мех какой-то, который очень медленный. Кстати, есть еще, как я понял, осадная броня, которая тоже тебя очень сильно замедляет, но при этом прям вот она как бы защищает-защищает. Так, слышь? Краб, ты что, вообще совсем бессмертный стал? В себя поверил, засранец. Сахар мне, наверное, не нужен, потому что я не повар. Хотя, с другой стороны, может быть, я и буду поваром. Почему бы и нет? Я постоянно иду в строительство. А сейчас вот у нас вроде бы строительством занялся в первую очередь Мартин. Ну, во всяком случае, он там с реактивной скоростью что-то строит. А я занимаюсь путешествиями в кое-то веке. Но в любом случае, планов громадье. Как видите, нам надо медицинскую. Я вспомнил, что есть. Господи. Мне надо было потратить ОТ совершенно на другое, чтобы сделать сраный респиратор. Гринитый балбес, как обычно. Так, а здесь у нас появилась возможность скрафтить какую-нибудь броньку. Значит, 5 веревок, 25 ниток и 1 клей. Я буду коммунистом, да. Красная армия всех победит. Так, на самом деле, я это делаю для того, чтобы Мартину сейчас выдать броньку, потому что он ходит в чем-то, как бы, в непотребном в чем-то. Вот, теперь я вот такой вот модный. А он, скорее всего, завершит сейчас квест. Так, что мне еще нужно? Так, он поставил сюда еще одну деревянную дверь. В принципе, это правильное решение. То есть, если нету возможности сделать железные двери, то хотя бы две деревянные. Пускай, блин, задолбаются. Ковырять. Охренеть, Мартин вычистил абсолютно все ресурсы. О, господи. Мне нужна сера, на самом деле. Мне нужна только сера, все остальное нафиг мне нужно. Ну и ОТ-шечки, естественно. Естественно, ОТ-шечки мне тоже нужны. Чьерт побери. Очередной предмет разрушен. Короче говоря, сломал я очередную железную кирку. Но, значит, во-первых, технологии. Значит, что мне там надо было-то? А, защита. Мне надо было сделать вот этот вот респиратор. Изучить. То бишь, мы теперь сможем с вами заходить в РТ и пытаться выполнять квесты. Там я боюсь, что не будет особо много ящиков. Плюс у меня нет защиты от радиации. Ну, только сам респиратор. Никаких средств, таблеточек и прочего у меня на данный момент нет. Поэтому, как бы, скорее всего, заходить в РТ будет больно. Значит, что нам там понадобится? Ну, в любом случае нам понадобятся, судя по всему, слитки. Да? Которых, походу, дела нет. Отлично. Блин, мне нужна кирка. Кажется, кто-то, кто-то, кажется, немножко забрал все ресурсы, да? А, подожди, на кирку хватит. На кирку как раз хватит. Отличненько. И, собственно, можно сделать пороха, да? Пам-парам-пам-пам. Погоди. Да ешкин ты кот. Мартин, Мартин гад. Зря я нитрат выложил туда. Я надеялся. Так, хорошо. А что нужно для того, чтобы сделать этот респиратор? Десять железных слитков и пять резины. Давайте посмотрим, значит... А, погодите. Вот, все. Железные слитки у нас тут имеются. Пять резины. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте даже, наверное, вот так вот сделаем. Сделаем два респиратора. На всякий противопожарный. Так, хорошо. Хорошо. Погоди. Что я хотел-то? Я хотел сделать бумагу. По максимуму, да? Закажем здесь сейчас потрошек. Пятьдесят штучек. Вот теперь я себя буду чувствовать несколько суши и комфортней. Так, активное событие. В зону, отмеченную на карте, упали обломки из космоса. Ну-ка, ну-ка, накусь, выкусь. Так, я предлагаю пойти вот сюда. Бежим! Так, у меня ничего ценного нету. Нету ничего ценного. Я побежал. Кажется, у нас сейчас есть вариант первого ПВП. В смысле, придется кого-то убить, скорее всего. Или убьют меня. Что более вероятно, потому что ПВПшник из меня, как из говна пуля. Я хз, куда там бежать. Давайте попробуем по дороге, потому что по ней как-то быстрее получается. А дорога уходит в другую сторону. Превосходно. Гри не повезло, как утопленнику. Итак, друзья мои, осталось нам не так уж и много. То есть буквально скоро я войду в эту зону. Я еще ни разу не ходил по этим зонам. Соответственно, я вообще этот ивент не видел. Тогда, когда я играл в прошлый раз, вы помните, таких ивентов просто тупо не было. Добавили вот их не так, ну как, я не знаю в какой, с 25 по 27 альфу, как я понимаю, добавили их. Ну, на самом деле, мы с вами уже обсуждали эту тематику, да, что в игре очень не хватало всяких ивентов. То, чем, собственно говоря, заняться игрокам можно. Этого дела действительно в игре очень сильно не хватало. Я надеюсь, что боссы будут интересны, потому что, ну, как бы, о них что-то там писали где-то. Но, опять-таки, я этого всего дела не видел. А что это такое вообще? Что это за дичь? Это что, вулкан какой-то или что это? Что это такое? Так, смотрите, скоро мы в зону войдем. Она уже на карте даже подсвечивается. А, так это вулкан, что ли? Что за нахрен? Так, в зону, отмеченную на карте, упали, уже упали обломки из космоса. Поспешите, вдруг там есть что-то ценное. Как это все выглядит, я не знаю, что мне искать. Поэтому, ну, довольно-таки сложно. Особенно, знаете, вот сейчас еще есть такое понятие, как туман войны, да? То есть он открывается, вот карта открывается. И за счет этого я могу понять, где я был, а где меня не было. А вот когда карта будет полностью открыта, искать что-то на ней будет. Опа, вот оно. Прогресс взлома. Так, ну, давайте попробуем. И что с этим надо делать? О, ребят, это надолго. Это прям очень надолго. То есть надо вот так вот стоять и пытаться все это дело взломать. Хорошо, блин. Не могли замком прилуниться об землю? Приземлиться об луну. Вот, чтобы замок сломался и все мне досталось. Ладно, давайте, короче, пытаемся взломать. Интересно, а если это все приостановить, то прогресс взлома накроется медным тазом или он продолжится с того же места проверять? Ну, надо было проверить раньше. Я вообще искренне надеюсь, что есть какой-то навык по поводу взлома, что это можно будет как-то ускорить. Потому что когда народу будет играть больше, а не два с половиной человека, как сейчас, то это будет жопа. Вот так вот стоять и в это время тебе столько в задницу насуют, что ты просто охренеешь. Итак, практически сектор приз на барабане. Внесите автомобиль. Но автомобиль, как я понимаю, здесь не занесут. Так же, как не занесут здесь какое-то продвинутое Тир-3 оружие. Но что-то таки занесли. Боеприпасы 8 миллиметров, 12-й калибр, еще один респиратор, 10 резины, что немаловажно, и канистра минерального масла. Как я понимаю, это у нас еще один из трех. И четыре минуты я на это потратил, ребят. Четыре минуты. Вопрос в том, если я успею собрать все три, как вот здесь вот написано. Что-то будет мне? Что-то за это дадут? Ну, Звездюли не предлагать, как бы. Чисто интересно, реально. Выдадут ли что-то еще? Какую-то дополнительную награду? Или же это просто... Ну, нет, вообще-то, теоретически активное событие. Там, то бишь, ну, наверное, что-то за это должны дать. ОТ хотя бы. Надо будет сейчас проверить прогресс, если прерывается. Вот, вот у нас еще одна, да? Ну, давайте попробуем. Смотрите. Вот, да? Ага, с этого же места. Ничего страшного. Так что можно не париться. Ну что, взламываем следующее. Надо проверить, что будет, как бы, когда мы три штуки захватим. Итак, еще 3-4 минутки прошло. Я, честно говоря, не засекал. И, вау, теплоупорный гель и РП и топливная ячейка с бензином. Нифига, подожди, с бензином? Теперь такие топливные ячейки есть, да? Интересно. Так, и нам надо найти будет еще одну такую штукенцию. У нас осталось довольно мало времени. 13 минут в общей сложности. Но пока мы вполне себе успеваем это сделать. Надо найти еще одну. Ну, я надеюсь, кстати, что их не три штуки всего. Что три, так, что их все-таки больше в зоне. Или три? Черт, кто знает. Ну, две оказались довольно близко друг от друга. Так что, либо в остальной зоне. Либо они как-то неравномерно разбрасываются. Ну, тогда это прямо жестоко, на самом деле. Либо их больше трех. Сейчас мы с вами это узнаем. Еще один интересный момент. А они могут падать на базу интересного игрока какого-нибудь? Потому что в скором будущем, скорее всего, на сервере будет, очень много всяких баз. И куда им там падать-то останется? Весело так. Раз, на твой сейф упал эта хрень. Ты рад и доволен. Тебе дали патронов. Какой-нибудь там теплоотталкивающий гель, которым ты можешь смазать свою пятую точку. Которая сгорит из-за того, что ты только что просрал там хреновую тучу прометилма. А было бы весело, че? Ну, если, конечно, такая хрень не мне на базу будет падать. Так, вопрос на засыпку. Где? Где третья? Мы уже скоро круг завершим. Я пока либо в глаза долблюсь, как бы. Ну, как обычно, в принципе. Либо, либо она где-то в центре. И все-таки их всего три штуки. Похоже. А может, ее здесь вообще нет? Может, мы не обманули? Такое же, наверное, ну, наверное, такое не может быть, да? Что и третьей нету. Я надеюсь, она в воду не может упасть. А то, может быть, там еще надо изучить какие-нибудь аквалангистские приблуды для дайвинга, короче. Так, короче говоря, я не вижу третий. Вот, серьезно, я очень не люблю в играх, да и вообще по жизни, я очень не люблю искать что-то. О, вот она. Вот она. Так, кабан. Слышь? Че он так возбудился-то? Алло. По-моему, наверное, это игрок, короче. Он тоже пришел, короче, собирать что-то. Изыди. Изыди, мелкое говно. Ты не помешаешь мне забрать принадлежащее мне. Кстати, у нас 20 оттей, это значит, что я могу что-нибудь исследовать еще полезное. Кстати, знаете что? А почему бы нам пока не приготовить, скажем, мясо? Конечно, это совсем, вообще совсем беспалево. Костер зажгли такие. Ну, если что, мы договоримся. Наверное. Что это за топливная ячейка? Топливная ячейка, наполненная стандартным жидким топливом. Дешевая, но работает не очень долго. Раньше было, по-моему, только один вид. Да? Индивидуальный рацион питания. Да какая разница? Слушайте, можно же его сейчас заточить, да? Слушай, а нормально так? Ни хрена ж себе. Удобная штукенция, я вам хочу сказать. Зачем я костер разжег? Если я ИРП сожрал. Блин, да. Гриня определенно балбес. А вот теплоупорный гель, это классная штукенция для того, чтобы ходить на вулкан, как я понимаю. Не знаю, как она делается, но вещь реально для вулкана, судя по всему, незаменимая. Защита от перегрева плюс 50%. Это реально очень классно. В прошлом трайве, ну, мягко говоря, мне такой штуки не хватало. Ну, точнее, не мне я на вулкан-то практически не ходил, но нашим ребятам не хватало, кто там жил практически на этом вулкане. Итак, друзья, момент истины. Получу ли я что-нибудь дополнительно за третий контейнер? То, что у меня получилось все три открыть. Так, смотрите, мы батарейки еще какие-то получили. Событие завершено. И что там еще? Прагмирую топливную часу. Слушай, а нормально. Реально оно того стоит. Оно того стоит, и теперь можно, в принципе, бежать до дома, до хаты. Вот я сейчас там грибочек один заберу и побегу домой. Потому что... Ну, потому что уже пора. Надо хабарчик скидывать. Я надеюсь, что Мартина тоже получилось, потому что я видел, что он там пошел собирать тоже в зону в пустыню. Там, конечно, более стрёмно все это делать. Надеюсь, что у него тоже получилось найти все три эти штукенции. А еще я надеюсь, что ролик тебе понравился. Если так, то с тебя лайкосик. Ну, а если коммент, то вообще будет прекрасно. Напомню, что сервер у нас открытый, так что можете присоединяться. Чем больше нас будет, тем будет веселее. Ну, а с вами был Грини. Всем пока и отличного настроения. Пока-пока, ребята.